Привет, меня зовут Сергей, это второй выпуск Жиростопка с моим участием. После тренировки кроножных мышц они так сильно воспалились, что я неделю не могу ходить. На боли в ногах это не повод пропускать тренировки, так как вы очень хорошо поддерживаете меня в своих комментариях. Ну что, ты готов хорошенько качнуть ноги сегодня? Блин, ну не знаю. Да ладно, на самом деле, если какая-то мышца болит, ее нельзя тренировать, потому что мы как бы вмешиваемся в процесс восстановления мышцы, который и так не очень-то хорошо проходит. И как бы если восстановление полноценным образом не завершится, то не произойдет той самой фазы сверхвосстановления, когда мышцы растут. Поэтому те мышцы, которые болят, я предлагаю ее вообще не трогать, или тренировать с умеренной нагрузкой, чтобы наоборот как бы произошел такой массаж и за счет улучшения кровообращения, ускорения процесса восстановления. Поэтому сегодня грудь будем качать много, а ноги, как ты, будешь очень доволен. Мало. Мало, да. И сегодня мы сделаем хорошее упражнение на грудь, это жим в мышине Смита и попробуем поджиматься на брусик с поддержкой, не переживай, с поддержкой. Сережа, сейчас я покажу тебе упражнение, которое очень классно тренирует грудь. Это жим в тренажере на сильно наклоненной верском мельке. Положимся на скамью под углом 45. Под таким большим наклоном не будут работать плечи вместо груди? Этого все боятся, но, как видишь, у меня грудь с такой техникой накачалась. Не нужно этого бояться, все будет классно развиваться. Особенно вот эта часть, которая, как видишь, меньше развита, чем нижняя часть. Тебе нужно как раз подтягивать грудь, делать ее более высокой. Предполагайся. Важно, чтобы станга двигалась как бы на шею, локти строго в сторону. До конца не опускаешь, чтобы у тебя не формировались ключевые суставы. По ширине буквально чуть-чуть уже надо, вот так. Так, жми еще. Чтобы предплечья были параллельны друг другу в нижней точке. Достаточно. Ну что, можно добавлять? Можно. Давай, раз. Локти в сторону и пошел, вот. Чуть ниже, вот. Вдох. 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 Пониже, пониже, пониже. Ну что, тяжело? Ну так. Еще добавим? Добавим. Хорошо. Сергей, скажи, мотивирует ли тот фактор, что тебе придется говорить о своем питании с тренером? Ну, соответственно, если ты съешь что-то не то или больше, то придется об этом объясняться. Ну да, да, да. Неудобно как-то, что твой тренер, чемпион, ветеран голодовок, сушек, а ты тут жрешь... Булки. Да, булки. А ты думаешь, тебе снятся булки, тортики? Нет. То есть ты еще не до такой степени голодал? Ну да, да и... Ну да. Ну хорошо, а бывает вообще чувство голода? То есть в отличие от других людей, тебе легко охудеть, потому что за весь период, что ты на 60 кг похудел, ты ни разу не чувствовал аппетита. Я очень много ем, поэтому я не испытываю чувство голода. То есть ты просто ешь много полезного, то есть там морковку, капусту можешь съесть, помидорчик, огурчик, и таким образом живот постоянно забит. А если наступит ситуация, что вдруг возникнет действительно чувство голода, или там захочется что-то запретного, как ты будешь бороться? Ты должен быть готов к тому, что ты сделаешь в этой ситуации? Ну, съем, наслажусь. И что дальше? Продолжил. То есть ты думаешь, ты тогда нарушишь, но потом вернешься к прежней диете, да? Да, конечно. Ну а если захочется нарушать каждый день, что ты будешь делать? Не захочется. То есть у тебя в голове опрочно засела мысль... Это уже пройденный весь материал. Да, что нужно изменить себя. И эта мысль, она твой главный жизненный руководитель тебя. Конечно. Поэтому мы увеличиваем вес и жмем. Да. Поглубже, блядь. Поглубже, поглубже. Поглубже, поглубже. Стой, стой. Ну я думаю, если добавлять, еще может максимум по 5 килограмм, да? Да. Или тебе показано, что уже не нужно добавлять? Ну можно попробовать. Ну давай по петелочке еще. А гриф считается за весом? Ну вообще, когда мы работаем со свободным весом, гриф считается. Конечно же. Потому что он весит 20 килограмм. Машины Смитта, это машина Смитта, где мы сейчас занимаемся, они бывают двух типов. Скажем так, с противовесом, и тогда гриф как ноль идет. Так как он компенсируется противовесом, компенсакером. И устаревшие машины Смитта, они без противовеса, и гриф может даже 30 килограмм весить. Ну не то, что устаревшие, другие модели. Они реже встречаются. Вот тут у нас ноль, гриф это ноль. Поэтому мы учитываем только вес блинов, которые мы повесили с обеих сторон. А то, что блины разного размера понавешаны с этих сторон? Ну знаешь, есть спортсмены, они принципиально с точки зрения эстетики любят, что все блины, если красные вежаешь справа, то слева тоже нужно вешать красные. А на самом деле в машине Смитта нету баланса. То есть ты даже можешь весь вес повесить с одной стороны, если хорошая, мощная машина Смитта, ты даже этого не заметишь. Потому что гриф все равно не будет прикашиваться. То есть по сути можно повесить с одной стороны пятерками 20 килограмм, с другой стороны две десятки, и ты не почувствуешь ни малейшего дискомфорта. А теперь надо пожать. Надо. Давай, 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 еще. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Забери. Сережа, я раскрыл твой секрет. Ты заметил, что в зале красные тренажеры и черные блины. Я делал поэтому сегодня футболку черную с красным логотипом, чтобы смотреться очень сильно, как настоящий красавчик. Что скажешь на это? Такой же, как ты. А, ну да, я самый хитрый. Сам все это придумал, а теперь обвинил другого, да? Ага. Ну, понятно. Но если говорить серьезно, то какие у тебя впечатления от этого упражнения, что ты только что делал? Ну, чувство напряжения в груди. То есть грудь чувствуешь, а плечи нет? Нет, плечи не чувствую. Как я и говорил, этот угол, хотя он и высокий, но это не значит, что будут работать дельты, правильно? А есть смысл менять угол? Ты имеешь в виду в каждом подходе брать другой угол, чтобы другой участок грудной мышцы поработал, да? Я считаю, что нет. Я считаю, что вот надо выбрать определенный угол и под ним поработать хотя бы 4-6-8 недель, достичь какого-то результата, отработать технику. Если мы каждый раз будем менять упражнения, как некоторые тренеры любят клиенту, каждый раз новые упражнения показывать. С одной стороны, это, конечно, разнообразно. С другой стороны, человек не успевает не технику отработать, правильно? Он время путается, у него полный хаос. Ты со мной согласен? Да. А вот следующее упражнение мы традиционно выполним по другим углам. Это будут жимы гантелей. Отлично. Вот здесь мы и будем с тобой заниматься, на этой наклонной скамеечке. Это упражнение имеет интересные особенности. Даже небольшой вес, он очень сильно болтается в руках. Потому что в жиме гантелей гораздо сильнее задействуются мышцы-стабилизаторы, чем в жиме штанги, а тем более в жиме в машине Смитта. Поэтому, чтобы не болтались руки, они будут особенно сильно болтаться у начинающих спортсменов, когда еще координация не так накачана. Ведь бодибилдинг не только развивает размер мышц, но и улучшается координация человека в упражнениях со свободными отягощениями. В общем, смысл такой, что просто самый простой совет, который могу дать нашим зрителям, которые начинают делать это упражнение, это делать более медленно. Например, 2 секунды, даже 2,5 секунды поднимают гантели, и 2,5 секунды на опускание гантелей. И тогда руки будут болтаться гораздо меньше. Ты это заметил? Ну да. Поэтому берем еще на 5 килограмм больше, делаем медленно, что будет намного тяжелее. Я думаю, можно попробовать гантели по 27 килограмм. Смотри, первая ошибка, которую я сейчас сделал, это без отдыха попытался взять большой вес. Один из самых простых секретов, как накачать мышцу, хорошо отдыхать перед подходом к тяжелым весам. То есть в меньшем мире 3 минуты. Вот типичный пример. Маленький отдых, сразу веса становятся неподъемными. А сейчас, если мы отдохнем, ты этот вес возьмешься и сделаешь, когда-то дальше страшно. Но вес, который ты вообще ни разу не знаешь, что сделать. Соответственно, все рекомендации делать короткий отдых между подходами для полной кограмм приводят в то, что у них не растет сила. Соответственно, не растут мышцы. Соответственно, метаболизмы, как отмость мед, медленные, и они не могут похудеть. Получается, замкнутый дух. Поэтому мы будем выпустить все рекомендации. Пультирухоложные могут отличаться. Моя система — это пультирухоложные традиционные рекомендации. Понимаешь? У тебя появляется сумма, у тебя появляется выкачанная бассейна рука. И ты, соответственно, сможешь достичь своего байцель. И еще один момент. Когда берем большой вес, можно тренировать позвоночник. Поэтому, во-первых, гантели берем уже по одной штукой. И по одной возвращаем на пол. То же самое на стойку. И, наконец, вместе выжимаем гантели по моей команде. Раз, два, три, четыре выжимаем. Только так, кто уже. Вот я беру одну гантель. Бери, оставься на ногу. Двумя руками. Двумя руками. Теперь под руки сидишь. Я стараюсь сзади, и даю команду. Значит, три. Раз, два, три. Оп. И раз, два, три. Оп. Держи тут. И работаем. Давай вместе. Раз. И жмем. Раз. И. Два. И. Три. И. Четы. И. Пять. Я не помогаю работать. Это так рахуешь. Давай шесть. Давай семь. Давай, давай. Борись, 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 борись. Ну, вот седьмой раз я не засчитывал. Хватит. Садимся на ноги. Теперь я одну гантель забираю, вторую двумя руками на пол. Ты заметил, что тот вес, который ни разу не получалось пожать, ты смог сделать пять раз сам, и только последние два раза я помог. Да, заметил. Значит, все работает. Да, правильно. Работает. Ну, в общем-то, В общем-то, сжим гантели – это самое эффективное упражнение, вроде и считается. Ну, а ты где больше почувствовал бы с жимом в машине с лютой или с гантелями? Наверное, с нет. А знаешь почему? Там упражнение изолированное, все просто. Определенный угол наклона оптимальный выставили, и по накатанной, по направляющим ты работаешь, ты жмешь. А здесь тебе нужно еще будет учиться управлять мышцами, и все болтается, ничего не понятно, но в перспективе жим гантели даст тебе намного-намного больше. А теперь мы сделаем подход, исключительно направленный не на рост мышц, а на сжигание калорий. И таких подходов ты должен делать несколько. Давай, поехали. 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 Я тебя уже не буду страховать, пока не увидишь, что ты дошел до экстаза почти. И там уже начну сопровождать. Давай, 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 давай. Еще, давай. Ты должен дойти до крика, до рычания. Я не отпущу, пока ты не дойдешь, до полного отказа. Жми, не сдавайся. Все, хватит. Молодец. В общем, чтобы ты лучше понимал методику для тренировки таких людей с таким типом телосложения, как у тебя, то она заключается в том, что мы сначала тщательно разминаем мышцы. То есть, сначала мы жали маленькие гантели, мы разминали наши мышцы. Потом, когда именно те мышцы, которые в этом упражнении будут работать, разогрелись, мы делаем упражнение с максимальным весом на 5-6 повторений, хорошо отдыхая между подходами. То есть, можно пресс покачать между подходами, можно икры, если бы они не болели, как сегодня. И между самим подходом, так как вес максимальный, отдых большой, 3-4 минуты. Но зато у нас каждая тренировка увеличивается, или, по крайней мере, не снижается, несмотря на диету, рабочие веса. То есть, ты заметил, что твой вес снижается, а сила растет. Такое возможно только пока твой подкожный слой жира не достиг 8% от общего содержания твоего веса в организме. Тогда уже веса начнут падать. Но мы боремся, мы работаем на силу. Итак, несколько сетов на разминку, несколько сетов на силу, и потом несколько сетов жиросжигающих. Я называю их жиросжигающими. Они ничего не дают для роста мышц, но мы делаем маленький перерыв между подходами, много повторений, и ты чувствуешь, что прям все силы ты тратишь. Есть такое, да? Да. И вот такая система, чтобы зрители понимали, и ты понимал, что мы делаем. Сережа, одну ногу вперед, одну ногу назад. И начинаем делать вот так. Смотри, раз. Давай. И обратно. И раз. И обратно, давай. И раз. И обратно. Раз. А теперь попробуем то же самое, а по очередному. Раз. Обратно. Раз. Обратно. Раз. Обратно. Раз. Раз. А теперь синхрон. Раз. 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 И пристали. Как видишь, есть три вида подъемов на бицепс с гантелями. Все три упражнения был подъем гантелей с супинацией. То есть с поворотом. Супинация нам дает, вот видишь, бицепс работает. Когда мы поворачиваем гантель в руке, мы дополнительно сокращаем бицепс. Он будет больше накачиваться, чем если мы, допустим, просто бы одинаково бы держали руку на протяжении всего движения. И есть три вида сгибания рук на бицепс с супинацией. Одновременные сгибания, поочередные сгибания, ну или подъемы. Поочередные подъемы и синхронные поочередные подъемы. То есть получается, это все три разных версии одного и того же упражнения. Так вот, мне синхронные подъемы кажутся наиболее бессмысленными. Единственный их плюс, что не будет раскачки вправо и влево. Это единственный плюс. Но на силовом показателе это отражается хуже всего. Поэтому асинхронные подъемы я предлагаю делать, когда мы делаем жиросжигающий сет. Так как там сила не нужна. Согласен? Да. Или для разминки. А для силы или одновременные подъемы, или поочередные. Еще есть такой вариант. Мы берем гантели, одной рукой делаем. потом, соответственно, другой рукой. Есть еще более интересный вариант. Одну руку держим статически, другой делаем. Лично мне эти оба варианта кажутся уже бесполезными версиями, потому что они развивают такие качества, которые не особо нужны чине в этом случае серьезно тренироваться. Например, статическую силу мышцы. Зачем она нужна? Ты что, собираешься ходить и просить подаяния с чугунной тарелкой целый день? Ты согласен? Да. Ну, бессмысленная трата сил. А просто держать в одной руке гантель, эта рука будет уставать, пока другая работает. Ну да. Бессмысленно. Просто работа на выносливость. Мы тратим каждую калорию сожженную только в одном направлении, на набор мышечной массы или на сжигание жира. Все имеет смысл. Я хотел предупредить и тебя, и наших любимых зрителей, что очень часто такие безобедные упражнения, как подъем гантелей на бицепс стоя, заканчиваются травмой позвоночника. Но тебе это, естественно, сейчас кажется фигней полной. Подумаешь, какой-то там позвоночник. Всем кажется, что это надо поднимать гантели по сто килограмм, чтобы травмировать позвоночник. На самом деле, все наоборот. Ты можешь взять гантелью вот так, большую, смотри, вот так. И ничего не будет. А можешь взять маленькую гантелью вот так, посмотри, видишь разницу? И заболеть в спине, потому что угол был неправильный. То есть, когда вес далеко от себя, это риск для позвоночника. Когда мы берем вес перекосом, ну как-то криво, косо, это риск для позвоночника. Нужно брать вес прямо и близко к себе. При этом грудь нужно вставлять. Что значит вставлять грудь? Вот видишь, вот у меня неправильная грудь. А вот у меня вставленная грудь. Когда я вставляю грудь, поднимаю сиськи вверх, извините, грудную клетку вверх, позвоночник находится в выигрышной, в сильной для себя позиции. Он прямой. Соответственно, ничего не случится. Мы можем брать и качать бицуху. Видишь, грудь поднял, а я себе взял вот так и стоял бы вот так вот, то дело бы кончилось больницей. Рано или поздно. Поэтому бери гантели большие. Правильно. Близко подойди, вставь грудь и в другую. Да, держи грудь. Отходи назад, лицом к зеркалу. Лицом к зеркалу. Одну ногу назад, одну вперед. Грудь вставил. Давай поочередно. Раз. Одну руку поднял и опустил. Теперь вторую. Раз. Держи грудь, держи. Молодец. Кстати, силовые показатели, я тебе скажу, по 17 килограмм на бицепс. Уже 30 килограмм жим гантели лежа. 27 после жима штанги. Давай, работай, работай. Выдох. Опустил. И выдох. Держишь грудь, немножко покачивайся. Это неплохо. Это со вставленной грудью покачивание корпусом только придаст тебе нагрузки. Еще. Все, ставь. Одну. Грудь держим. Грудь держим. Ну что, живой? Живой. Живой. Я хочу сказать, что силовые показатели Сергея очень сильно растут. Потому что он 17,5 килограмм на бицепс делает довольно уверенно. Гантель, я уверен, в жиме штанги, в жиме лежа на наклонной скамье уже скоро перевалит через отметку 30 килограмм. Обычно, чтобы работать с гантелями более 30 килограмм в жиме на наклонной скамье самостоятельно приходится тренироваться ну 6 месяцев. Ведь то не каждый сделает. А ты тренируешься явно не 6 месяцев. Знаешь, в чем секрет? Я думаю, что вот такие упражнения, во-первых, требующие нагрузки, ну, страховки, ты делаешь со страховкой. Это хорошо. То есть, с жим-гантелей я вообще без страховки вам делать не рекомендую. Должен быть опытный напарник. И второе. Видимо, у тебя есть хороший потенциал для занятия бодибилдингом. Я не удивлюсь, если Сережа скоро будет выглядеть, намного более атлетично, чем сейчас. Я, ну, ты скажешь, чем ты. Вполне возможно. Вполне возможно, будешь выглядеть лучше, чем я, как ты это тонко подметил. И мне не будет обидно, потому что это моя будущая гордость. Правильно? Тренеру всегда приятно, когда его превзойдут. А теперь с тем же весом делай еще один подход. Это уже дыхачка. Ног не прижал. Но синхронно не значит болтать гантелями. Синхронно, но контролируемо. Плавно. Мне нравится, вот тренер по моему появился сейчас, плюшевая борода. Он говорит, я делаю упражнения так, как я это выжил. Если я делаю упражнения неправильно, значит, я его правильно делаю неправильно. То есть если в зале когда-нибудь кто-то подойдет и начнет делать тебе замечание, что ты тренируешься неправильно, скажи, я делаю так, как я считаю нужным. Потому что на такого всегда хватает. Еще. 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 Не сдавайся, не сдавайся. Продолжай. До полного, до полного умирания. Давай, давай. И еще. И последний раз. Раз. И это все. Ну что, ребята, вы видите, что прицепса Сережи уже скоро будет больше, чем у меня. Поэтому следите за нашими выпусками Жир в толпку и вы получите масло в удовольствие.